В День защитника Отечества особое значение придается подвигу героев былых времен, которые смогли отстоять независимость нашей Родины в сражениях с неприятелем. Митинг в Славянском парке 40-летия Победы состоялся 23 февраля, и он убедительно свидетельствует о преемственности поколений. Праздник, символизирующий доблесть, силу и мужество наших воинов, объединяет под своими знаменами всех, кто причастен к защите Отечества. Поэтому в парк 40-летия Победы пришли ветераны войны и труда, вооруженных сил, молодежь и представители общественности. Председатель Совета Славянского района поздравил собравшихся с праздником. Уважаемые земляки, примите искреннее поздравление все, кто носит погоны российских вооруженных сил, и все, кто отдал долг Родине, пройдя армейскую службу. Уверен в том, что настоящий мужчина всегда укладывает свои силы в защиту родной земли, оберегает от трудностей и невзгод свою семью, несет ответственность за настоящее и будущее своей Родины. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия. Слова благодарности и признательности прозвучали в этот день в адрес всех, кто служил в рядах нашей армии, отдали свою дань уважения и учащиеся 16-й средней школы. Самое ценное, что есть в нашей жизни, это мир, спокойствие и стабильность. Поэтому не зря День защитника Отечества имеет богатую и славную историю. Наша страна всегда была великой и в разные периоды ее истории у нее были свои защитники, которые сражались за свободу и независимость своей Родины. Затем состоялось возложение цветов к Вечному огню в Аллее памяти. Я 33 года прослужил в войсках. Мои сыновья служат тоже в войсках, в армии. И я большим уважением отношусь ко всем военнослужащим. И сейчас, когда провожу работу с молодежью, я всегда говорю, нам нужно воспитывать сейчас настоящих защитников Отечества. В зале Городского дома культуры был дан концерт, посвященный всенародному празднику. Со сцены прозвучали самые теплые слова в адрес фронтовиков и военнослужащих. Ветеранам Великой Отечественной войны вручили цветы. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».